В 45-м году писали пропаганда, я вам сейчас расскажу про парадигму пропаганды. 45-й год. Фашисты, негодяи, тираны, убийцы. Сталин, молодец, герой. СССР, герой, победитель, лучшая страна. 60-е годы, Хрущев. Фашисты, конечно, негодяи. Сталин не совсем хороший. СССР великие победители, мы молодцы. 90-е годы. СССР вообще нехороший. Сталин вообще тиран. А фашисты, ну, фашисты, ну, они, конечно, не убийцы, не негодяи, но они нехорошие. И последнее. Сейчас уже что происходит? Фашисты, они хорошие. Они вообще просто защищались. На них бы напали, их бы уничтожили. Это были вынужденные меры. Сталин, да Сталин это вообще просто воплощение дьявола на земле. Советский Союз, да это просто ужас, это кошмар, это тираны. Кто выиграл войну, конечно, выиграли войну американцы. А все остальные вообще просто защищались. То есть, видите, как меняется, да? Потихоньку. Это целые технологии, которые заложены в СМИ. Потихоньку. Сначала меняется местами. Ну, грубо говоря, сначала первое, второе, третье. Потом начинается третье, второе, первое. Потом второе, первое вообще. Отпадает, остается только третье. Вот она технология. Она за несколько лет вбивается в сознание. И то, что вот происходит во всем мире уже, собственно говоря. Вот благодаря этой технологии за 70 лет, ну, практически все англосакцы, которые просто учились в школе или в институте, все считают, что Советский Союз вообще не участвовал в войне, что это все победила Америка и так далее, и так далее. И бороться с этим мы можем только, сохраняя эту память, сохраняя реальные свидетельства, видеозаписи, портреты погибших своих родственников и рассказывая об этом всем, кого мы знаем. Естественно, в первую очередь, это наши дети, это наши внуки, и в том числе открывая глаза за границей. Каждый раз, когда вы едете за границу, знаете, что вы олицетворяете русский народ. И с вами непосредственно сталкиваются, как с русским человеком. И вот пьяный вы и валяетесь из института заражения в блевотине, или вы высоконравственный, интересный, интеллигент, человек, который спокойно владеет иностранным языком, вот поэтому о вас и судят, как о всей нации. И если вы еще будете правильно и грамотно говорить и показывать доказательства, кто действительно выиграл в войне, тогда будет все меняться.